Всем привет! С вами снова Илья. Обзор и прогноз криптовалютного рынка на 19 сентября. Как обычно, мы смотрим на рынок в целом. После этого переходим уже к отдельным идеям. Доминация биткоина 42,2%. BTC выглядит чуть сильнее всего рынка, даже несмотря на то, что он упал с момента вчерашнего обзора. Об этом говорит рост биткоин-доминации. При этом мы видим, что волатильности, то на рост, что на падение по альтам здесь практически нет. Поэтому будем отрабатывать то, что есть. А, к сожалению, идей немного, но и волатильности не хватает. Итак, будем смотреть на BTC. Сначала здесь попробуем сопроводить идею в шорт, которая у нас была на 48600 примерно. Мы здесь шорт рассматривали. На данный момент мы видим снижение. В принципе, шорт идет в плюсе, в небольшом, но это то, что есть. Итак, значит, здесь по поводу безубытка. Я бы уже, наверное, на безубыток переносил однозначно. И вот я пересматривал вчерашний обзор и вроде вам ничего про промежуточную цель не сказал. Я вам сказал, что промежуточные цели есть, но какие конкретно не сказал. Промежуточная цель при работе с боковым движением это практически всегда середина такого движения. Поэтому на будущее имейте в виду. Так или иначе, 47800 долларов, на мой взгляд, это первая цель. Она уже была достигнута, но если вы еще не фиксировали, я думаю, что нужно, опять же, где-то примерно по этой цели здесь закрывать часть позиции. Ну и остатки. Это 47300. Возможно, имеет смысл немного рискнуть и попробовать выставить цель чуть ниже вот этих вот минимумов. Но я бы на такой шаг оставлял не более 30% позиции. А по 47300 уже должно быть закрыто 70 плюс процентов. Поэтому вот примерно такого характера здесь идеи, такого характера сопровождения в шоке. Что касается предположений по дальнейшему поведению цены, я уже посмотрел, как в рамках бокового движения у нас цена себя вела. И мы видим, что примерно на той же отметке сейчас есть пауза и восстановление. Вот видите, это движение с верхней границы к низу. И вот прямо к тому же самому уровню у нас остановка, восстановление. И после этого цена уже пошла ниже. Здесь это стандартная практика, потому что, видите, после формирования каждого минимума у нас цена начинает выбивать шорт позиции. И в данном случае, в принципе, происходит что-то подобное. Поэтому такие восстановления – это неотъемлемая часть снижения. Так, что еще? По поводу более среднесрочных и долгосрочных перспектив я вам, в принципе, уже свою точку зрения рассказывал. На мой взгляд, сейчас рынок выглядит пока что не очень сильно. И за счет того, не за счет, а оглядываясь на то, как ведут себя альткоины, рост очень узкий. И иногда этот рост, он может быть очень быстро нивелирован, приостановлен. И фактически мы наблюдаем, как бы, такой очень слабый рынок. Поэтому BTC при вот этом вот перебитии отметок, даже с учетом всех ретестов, убиванием стоп-родеров, здесь еще есть вероятность снижения и ухода ниже 44 тысяч долларов. Но такую среднесрочную идею я отрабатывать в шорт точно не буду. Это слишком большое движение для шорт-позиции. И стоп здесь нужно тоже ставить достаточно приличный. На таком шорте это нужно его за 50 прятать. И поэтому искать там лучшие точки входа. Пока что я на это не готов, поэтому, как бы, просто сторонний наблюдатель с локальными идеями. Сейчас пока волатильности нет. В принципе, вот это то, что мы можем придумывать. Следующее это у нас эфир. Давайте посмотрим на него. Значит, вчера, где у нас картина, кисть. Вот, вчера при росте здесь у нас началось восстановление. Выглядел он чуть лучше, чем BTC. Сейчас я бы даже сказал, что я, наверное, рассмотрю здесь лонг-позицию. Потому что она мне нравится. Прежде всего, здесь у нас такое боковое движение. С серединой, такой ярко выраженной 3350. Сейчас снова цена от этого уровня отбивается. Мне кажется, что может еще чуть-чуть пройти ниже. Для того, чтобы с этим стопом расправиться. И после этого начать восстановление по меньшей мере к верхней границе. Поэтому я, наверное, поставлю лимитник на 3310 примерно. И здесь с эфиром поработаю. Вот. И до верхней границы его протащу. Все-таки, пока идет флэт, несмотря на то, что это достаточно скучно, это еще и хорошая возможность проторговать большое количество стопов. И с понятными стопами. И, в принципе, движение в рамках флэта, оно такое. Ну, относительно предсказуемое. Даже если не брать такие очевидные идеи, там, купи снизу, продай сверху, то здесь еще и есть много интересных промежуточных идей, когда цена находится у нас у середины диапазона. Или выбивает какие-то стоп-родера. Поэтому тут, я думаю, можно с короткими рисками довольно большое количество сделок проторговать. Вот одну из таких сделок я сейчас думаю открыть. Если 3.500 мне вчера еще не нравилось, то после того, как цена у нас начала падать, после того, как она потенциально выбьет стопы, я думаю, что я здесь залечу. Так, следующее. Это Bitcoin Cash. Самый идеальный треугольник, который я видел в своей жизни, наверное. А может и нет. Это треугольник по Bitcoin Cash. Обратите внимание, что даже при сквизовом движении, когда у нас оно было вот здесь, цена дошла ровно до верхней границы. И выглядит все очень так красиво и геометрически пропорционально. Так вот, тут у нас уже цена подходит к последней трети треугольника. Именно в последней трети у нас почти всегда случается пробой. Я бы даже сказал, что она уже находится там, поэтому в ближайшее время можно ожидать пробоя. Причем пробой, на мой взгляд, с большой долей вероятности здесь будет истинный. Обратите внимание, Bitcoin Cash и довольно скорый пробой. С учетом величины треугольника, которая здесь составляет где-то 100 долларов, здесь можно на пробой наверх взять цель где-то 740, на пробой вниз взять цель где-то 525. И, в принципе, выглядит так, относительно надежно пока что. Мы знаем, как треугольники обычно себя ведут на альткоинах и на BTC. Нередко это заканчивается не очень хорошо. Но тут, мне кажется, я бы тоже проторговал именно пробойную идею с вот таким вот профитом. Дальше, следующая монета это у нас DOT. Вот, несмотря на то, что монета у нас вышла из ценового канала, вот это вот здесь был очень красивый ценовой канал, она, тем не менее, после выхода вниз вернулась обратно наверх и подтвердила еще раз границы этого ценового канала. Просто она его немного расширила. И здесь, я полагаю, что можно такое трендовое движение попробовать взять. В принципе, диапазон не обязательно рыночных цен, но где-то около 32 долларов и, возможно, ложный пробой, как это у нас было вот здесь, дают нам возможность как раз-таки в диапазоне 3032 такую монету взять и попробовать провести до, возможно, верхней границы такого... До верхней границы, извиняюсь, до максимума, который у нас был сформирован 7 мая. Поэтому вот такого рода идея. И так, я думаю, что с ним можно здесь поторговать. Конец. Итак, ну и Монеро. Монеро это из идей вот-вот, потому что Монеро сейчас находится возле верхней границы. И помимо того, что он находится возле верхней границы, здесь еще и подход очень интересный с таким донакоплением перед уровнем и с достаточно сильной поддержкой перед уровнем. Поэтому мне кажется, что с большой долей вероятности цена будет эту отметку пробивать. Она уже довольно долго здесь задерживается. И пробой может привести к потенциальному всплеску довольно быстрому долларов на 10-15. Возможно, что это следует взять и, скажем так, цену немного протащить. Потому что уж очень намекающе на пробой это все выглядит. И пока что оснований не доверять такому поведению цены у нас нет. Поэтому обратите внимание. И что касается целей, ну это я сразу выделяю конечные цели. Я думаю, что конечные это где-то 300-320. Но промежуточные у нас должны быть там просто на каком-то первом импульсе до остановки. Вот и все на текущий момент времени. Я напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. А свои торговые решения принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока.